Доброе утро! Доброе утро! Да, ну вдруг ваша вторая половинка, например, решится идти сегодня тоже посмотреть разбудильник, в комментарии зайдет, ага, вот и подарок, например, на 23 февраля или на 8 марта и сообразится. Или просто так без повода. Тоже, да, подарки без повода, это всегда хорошо. Ну что, темы вам рассказали, а прямо сейчас давайте сообщим про то, чем же мы сегодня вас будем награждать. Вот у нас такое очень культурное сегодня утро. Говорим про книги и дарить вам тоже будем такие довольно культурные подарки, друзья. Друзья, пригласительный билет в музей космонавтики и авиации достанется сегодня кому-то из вас аж на две персоны, поэтому все те, кто активно будет комментировать сегодняшний эфир, на выходных смогут сходить, например, в музей космонавтики. А в моих руках два билета в историю Вятки, как на них написано. Вы пойдете в музей самовара. Если вы еще не были в этом прекрасном музее, у вас есть замечательный шанс ответить на наш вопрос в группе Девятка ТВ ВКонтакте под красочным постом с прямой трансляцией и получить эти два билета. И там, и там очень интересно, и иногда даже вкусно. Это я тоже знаю, небольшой секретик открываю. Ну а прямо сейчас, друзья, давайте с вами все-таки будем так немножко просыпаться, да, взбодрим себя вместе с нашей зарядкой. Доброе утро! С вами тренер Лиза. Предлагаю сделать бодрящую зарядку, поднять себе настроение и приступить к выполнению упражнений. Первое упражнение – это присед с подъемом колена. Будем выполнять 10-15 повторений. Поехали! Вниз делаем вдох, с выдохом поднимаем колено наверх. Вдох, выдох, вдох, выдох. Держите спинку прямой. Ощущайте мышцы ног. Не забывайте про дыхание. Отлично! Сделаем еще три повторения. И три, два, один. Хорошо! Перейдем к упражнению номер два. Это будет выпад в сторону, а затем мы с вами будем уходить в выпад в диагональ. Сделаем 10 повторений с одной ноги и 10 повторений с другой ноги. Поехали! Выпад в сторону и затем сразу ушли назад. Вдох. И с выдохом поднимаемся. Работайте ногами. Ощущайте ножки, а спинку держите прямой. Напрягите ваш пресс. И не забывайте про дыхание. Отлично! Поменяем ногу. 10 повторений на другую. Хорошо! Ощущайте мышцы ног. Напрягайте ягодички. Напрягайте квадрицепс. И еще три, два и один. Хорошо! Перейдем к следующему упражнению. Оно называется функциональный выход. Что мы будем делать? Наклоняться вниз, ладошки ставить на пол, шагать руками до планки и затем полностью возвращаться в исходное положение. Сделаем 5-6 повторений. Поехали! Когда вы дойдете до планки, сделайте выдох. Напрягите ваш пресс. Не проваливайтесь в пояснице. Растяните заднюю поверхность бедра. Отлично! Сделаем еще два повторения. Хорошо! И последний раз. Супер! Отлично! Предлагаю завершить нашу зарядку бодрым упражнением. Называется оно джампинг джек. Через прыжок мы с вами будем уводить ножки в рост и также руки поднимать наверх. И затем через прыжок возвращаться в исходное положение. Сделаем 15-20 повторений. С выдохом поднимайте руки наверх и разводите ножки. Хорошо! Еще 5 прыжков. Отлично! Я уверена, что вы зарядились бодростью и энергией. Желаю вам хорошего дня и до новых встреч! И так уже слышу эту легенькую одышечку, да? Прямо через камеру. Это значит, что сделали зарядку молодцы. Ни филовали, ничего не пропустили. Но это значит, что уже проснулись и взбодрились молодцы. Да, это самое главное. Это то, что нам нужно для того, чтобы вы начали с нами общаться и писать нам свои комментарии на сегодняшнюю тему эфира. Какую вы книгу хотели бы получить в подарок? Свои варианты на всякий случай напомним, что можете оставить в нашей группе ВКонтакте Девятка ТВ под красочным постом с прямой трансляцией. И многие из вас уже успели это сделать. Ну и давайте уже зачитаем ваши замечательные варианты. Да, нам пишет Таиса Торопова. Утро доброе, всем отличной пятницы. Гарри Поттер, полный комплект. Эх, это такая довольно увесистая по объемам будет коллекция. Пару лет назад заказывал. Ну, мне кажется, да, у многих она есть, наверное, потому что достаточно такой популярный выбор сделал Таиса. Но вот то самое издание, которое первые были, они самые лучшие сейчас, к сожалению, их нет. И очень много ошибок, действительно, в книгах, прям опечатки, просто слова с ошибками, да. И это очень большой минус, когда читаешь, тебя иногда коробят местами. Ничего себе. Поэтому, да, вот так охотимся за старыми изданиями. Елена Тихомова, здравствуйте. Хороший сборник афоризмов хотела бы Елена получить в подарок. Почему бы нет? А Оксана Скопина хотела бы книгу про семейную жизнь и здоровье человека. Вот такую бы книгу в подарок получить. А вот Павел Касимов, вот прям ни разу не видел такую книгу, но он хочет её гуманистой эпохи Возрождения, о формировании личности 14-16 века. Очень круто, когда наши зрители хотят что-то конкретное, да, согласись, когда и даже фотография книги, да, прикреплена, чтобы, если что, близкие друзья, знакомые увидели и взяли на заметку идею данного подарка. Вот Павел мне прям навел почему-то уроки из школы под названием МХК «Мировая художественная культура». Вот там примерно подобные произведения изучали, смотрели. Я прям, не знаю, немного даже по школе настанкировать стал. Ну, видишь, сегодня нас ожидает интересный выпуск. Ирита Галиудинова, здравствуйте. Очень люблю детский мультик «Гравити фоллс». Хотелось бы приобрести такую книгу про хижину чудес дяди Сэма. Кто смотрел «Гравити фоллс», давайте ставим лайки, комментарии Ириты. Все поймем, кто любит эту замечательную вселенную. Дмитрий Гай бы хотел, например, приобрести книгу мудрости. Ничего себе, интересно, такая книга действительно создана, написана и существует. Либо это вот такое вот, знаешь, философское размышление, что хотелось бы книгу мудрости. Зная Дмитрия, мне кажется, что это минуточка философии. Возможно. По сути же, любая книга является книгой мудрости, потому что она так или иначе несет себе какую-то информацию, посыл у него какой-то есть. Мораль. Да, и ты так или иначе все равно, прочитав это произведение, эту книгу станешь мудрее. Поэтому Дмитрий у нас философ. Ирита Галиудинова, еще у меня нет книги пешком по вятке. Тоже хочется купить такую. Но мне кажется, вот это в юбилейный год сделать совсем нетрудно. Да, поэтому Ирита чуть больше настойчивости, и вы обязательно достигнете этой цели. Светлана Васинина, ура! Ура! Пятница пришла, и, как обычно, веселая картиночка. Светлане за это, конечно же, лайк. Надежда Кривошейна делится своими желанными подарками. Это произведение Валентина Пикуля «Боизет и фаворит». Ну, почему бы и нет. Далее Таиса Турпова хотела бы книгу Ларисы Парфентьевой, если я не ошибаюсь, да. «100 способов изменить жизнь. Путь к самосовершенствованию». Вот мы с Юлей как раз-таки обсуждали эту книгу перед эфиром, и вот Юля блеснула своими знаниями, сказала, что это Лариса, автор, поэтому молодец. Да, да. И Рита Галиудинова продолжает. «Еще бы я хотела иметь в своей коллекции книгу про карты Таро». Ну, вот, мне кажется, про это направление и в интернете есть масса информации, и книг, произведений действительно много. И в выборе главное не ошибиться и взять, наверное, именно ту, которая послужит вам пользой. Это что-то на мистическом, назовем это так. Далее едем. Надежда Кривошевина, Людмилу Третьякову, дамы и господа, также русский сюжет, и все для тебя. И добавляет еще Ларочников «Ледяной дом». Угу. Хорошо. Степанида Хоробрых, доброе утро. «Было бы круто получить книгу о своей жизни. Взлеты и падения, смешно и не очень. Вот так бы она, например, называлась». Кстати, да, тоже комментарий достаточно креативный, вы можете на эту тему тоже подумать. Если бы вы писали свою автобиографию, например, как бы она интересно называлась и что бы вы туда включили? Такие мемуарчики, назовем их так. Надежда Кривошевина, кстати, продолжает. Очень много книг она хочет в подарок получить. Антон Павлович Чехов, рассказы. И также Дэйл Карнеги, как перестать беспокоиться и начать жить. Угу. Таиса Торопова «Толстой. Война и мир» пришло время перечитать. Анна Каренина почитала бы с удовольствием. Это как раз, как сейчас идет бум на «Мастера и Маргариту», когда уже после экранизации многие выкладывают фотографии в социальной сети, где в метро, в автобусах, в троллейбусах едут люди и читают именно Булгакова. Начал перечитывать Булгакова, когда это еще не стало мейнстримом. Я, кстати, тоже. Молодец. И вот по поводу «Войны и мира», я как раз-таки и «Войну и мир» купил, все тома, и, собственно говоря, «Мастера и Маргариту». Но что сказать? Качество книг на самом деле остается желать лучшего, назовем это так. Очень тонкие страницы, несмотря на то, что я выбрал один из самых дорогих наборов. Например, все равно ты так листаешь и боишься, что она как будто рисовая бумага, она разорвется. Хорошо. А как насчет тогда электронных книг? Вот у меня электронные... Ненавижу. Мне очень нравится. Никаких тонких страниц, никаких переживаний. Не знаю, я пытался на планшет себе скачать несколько книг, тоже так вот почитать их. Но не мое прям не идет. Люблю в руках ощущать вот это вот физическое присутствие книги, перелистывать запах книги. Обязательно треск книги, когда особо новая, ты ее открываешь, она так похвустывает. Очень приятно. Сразу запах типографии, краски. Прям не передать словами эти эмоции. Ну, я думаю, что многие наши зрители согласятся и с тобой. И найдутся те, кто поддерживает меня в плане электронных книг. Я старовер в этом плане. Светлана Васенина, у меня есть своя библиотека. Пушкин, Достоевский, Бунин, Лесков. Самые известные произведения всего понемногу. Полных собраний нет, конечно. Есть два тома Есенина, а вот Ахматовой и Цветаевой нет. Хотелось бы. Ну, Светлана, все впереди. Поэтому, я думаю, наверняка коллекция ваша будет расти и приумножаться. Все впереди. Если хочется, надо брать. Вот прямо сейчас наступает пятница. Но это же впереди. Да, выходные у нас есть. То есть, можно сходить в прекрасные книжные магазины и восполнить свою коллекцию. Либо намекнуть на подарочек кому-нибудь, например. Светлана, пользуйтесь советом. Обязательно коллекция станет еще больше. Ольга Груцин, очень люблю читать бумажные книги. Вот тебе, пожалуйста. Ну, я согласна, что многие проголосуют за бумажные книжки. Книги по истории России для детей, например. Надежда Кривошейна пишет. Екатерина Шульман. Возвращение государства России в нулевые 2000-2012. Так, двигаемся с вами дальше. Вот Ольга Одегова, например, хочет получить в подарок кулинарную книгу. Никогда не помешает. Даже если уже одна есть. И книжку по вязанию обновила бы. Ну, вот здесь тоже не соглашусь, потому что рецептов на просторах интернета больше, чем в любой кулинарной книжке. А еще они и с отзывами, и с оценками. И можно выбрать самый лучший для себя. А вот тут зато, допустим, если это книга бабушкиных рецептов. Бабушка сама проверяла, записывала. Я очень хочу, чтобы моя бабушка написала мне такую книгу, но она никак не соглашается говорить, что все рецепты у нее в голове. Поэтому не любую бабушку можно составить фамильную книгу рецептов. Я знаю, что Юльна Бабушка, она сейчас смотрит. Она наверняка сейчас услышала тебя. И не начала ничего писать. Сделает, я уверен. Все случится, все произойдет. Светлана Васеньевна продолжает. Люблю советских поэтов. Есть Фазу Алиева, Расул Гамзатов, но нет Риммы Казакова и Роберта Рождественского. Надежда Кривошейна продолжает. Лев Толстой, Анна Каренина с удовольствием перечитала бы. Кстати, Анну Каренину упоминают уже второй раз. Да, популярное произведение. И если я не ошибаюсь, Каренину вроде бы тоже собираются экранизировать. Ну, возможно, да. Мне кажется, сейчас с развитием российского кинематографа очень многие произведения как раз мы увидим с вами на экранах. Прямо сейчас я предлагаю на наших экранах увидеть еще одно произведение искусства. Назовем это так. Называется оно «Великолепный завтрак». Как тебе? Давай скорее посмотрим. Всем доброе утро. С вами я, Сергей Савиных. И сегодня я для вас приготовлю драники. Но драники будут не из картофеля, они будут из китайской капусты. Приготовим мы с карамелизированным в соусе тиреки жареным беконом. И так, перво-наперво нарезаем мелкой соломкой капусту и отжимаем ее. Перекладываем в миску. Добавляем 2 куриных желтка, 15 грамм. Муки высшего сорта, соль, перец. И перемешиваем. Ставим разогреваться сковороду с растительным маслом. Обжариваем с двух сторон, где-то примерно минуты по 3 с каждой стороны до полной готовности драники. Перекладываем их на тарелку. Далее берем полоски бекона, выкладываем их на слегка раскаленную сковороду. Обжариваем также точно с двух сторон. Добавляем соус тиреки и карамелизуем. Выкладываем рядом с драниками, украшаем листиками петрушки. И все, мое блюдо готово. Всем приятного аппетита! С вами был Сергей Семенов. Увидимся, пока! Вот такой вкусный завтрак только что был на ваших экранах. Уверена, что вы успели зафиксировать себе рецепт где-то, да? Потому что он был нетрудный. И обязательно приготовите это себе в ближайшее время на завтрак. Да, я вот мысленно уже приготовил себе этот завтрак. Понял, что он очень вкусный. Мысленно уже отправил смс жене, чтобы она выходные приготовила драники с бекончиком. Эх, жду скорее выходных. А мы с вами тогда продолжим посылать вот эти сигналы во Вселенную, чтобы она нас услышала или кто-то из близких услышал и подарил наконец-то желаемые книги в подарок. Вот, например, Алена Милина пишет. По психологии, наверное, или биографию известного журналиста. У Алены незаконченное сообщение, да, потому что нужно конкретизировать, и тогда обязательно желаемые у вас появятся. Вот Надежда Кривоширина хотела бы получить книгу Мартина Селигмана «Как научиться оптимизму». Ну, у нас и темы психологии сегодня достаточно много. Мне кажется, это сейчас очень популярно действительно читать именно такую тематическую литературу. Светлана Васенина. Еще очень люблю Ларису Рубальскую. Ее стихи ироничные, самые ироничные. Это целая история женской доли. Вроде бы плакать надо, но все наоборот. Дает веру в лучшее встреча с ее творениями. Рубальская вообще уникальная поэтесса. Ее так... Она же очень много написала стихов к песням. Да ты что? Да. И она в этом плане, если я не ошибаюсь, там у нее вообще более тысячи стихов. По-моему, она какой-то там рекорд поставила. Но я могу вот здесь ошибаться конкретно. В каком-то шоу на одном из федеральных каналов про нее рассказывали. Вот краем уха где-то, по-моему, я зацепила эту информацию. Но, еще раз повторюсь, могу ошибаться. Интересно. Надежда Кривошейна продолжает варианты книг в подарок. Кстати, у нее их очень много. Джон Грей, например, «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Новая версия для современного мира. И вообще, она любит классику, книгу про историю нашей страны. И, опять-таки, психологию. Хорошо. Таиса Торпова хотела бы книгу под названием «Следующие 50 лет» Крис Кроули. Генри Лодж «Как обмануть старость» и объясняет, как продлить жизнь. Пришло время почитать. Ну, так вот у нас уже такие серьезные пошли произведения очень даже. Ну, у нас несерьезных и не было, судя по всему. Ну, а тут прям очень серьезные уже. Самое простое – это книга афоризмов, что я запомнила. Все. Тоже хорошо, а почему нет? Наталья Захарова, «Мой сын мечтает о полном комплекте книги «Коты-воители» Эрин Хантер». «Коты-воители», по-моему, сейчас тоже мультфильм недавно запустился. «Коты-воители». Там реально котики, которые... Я редко обращаюсь к таким мультикам. Последнее, что мне полюбилось, это был «Зверополис», который вышел миллион лет назад. Кстати говоря, для всех любителей «Зверополиса», вторая часть выйдет в 26-м году. Угу. Ну, осталось всего лишь два года подождать. Да, что тут пролетит. Вот так вот снова будем в утреннем прямом эфире вести разбудильник, а ты после него пойдешь, конечно же, в кино. Конечно же. Я так всегда делаю. Вот в 8.30 пробивает, и я сразу выхожу с офиса и иду в кинотеатр. Только открывается кинотеатр, а ты уже на пороге с попкорном. Почитаем еще. Татьяна Кузнецова. Доброе утро. Обожаю книги по психологии. Просто кайф. Невероятно интересно вникать в простые мысли. Трактовать их может каждая абсолютно уникально. Каждая тема – отдельная история, которая затрагивала сердечко каждого из нас. История России. Но это вообще еще одна любимая тема. Огромное количество книг, которые посвящены именно этой теме, но каждая неповторима. В любой книге можно увидеть отношение автора к исторической личности или историческому событию. Вот так вот подробно, по полочкам Татьяна все разложила. Молодец. Вот сразу видно, человек действительно хочет. Книги давно все осмыслил, давно все продумал и изложил. Татьяна, вы огромный молодец. Далее у нас потерялся немного нендрями, но у нас на очереди. Доброе утро. Мои родственники защищали родину во время Отечественной войны. Один из них был летчиком, погиб. Хотелось бы получить книгу о кировчанах-героях, ведь скоро юбилейный год. Подарок отличный для всех. Да, Нина, замечательная идея. Надеюсь, что если нас сейчас слышат те, кто могут эту идею воплотить в жизнь, то они это, конечно же, сделают в этот год праздничный. Михаил Гвоздков. Доброго здоровья. По мотивам одного из интересных фильмов, мне кажется, что интересно было бы прочитать книгу Илая. В ее мотивах говорится о жизни в США, где произошло стихийное бедствие. Фильм смотрела такой, нет? Я нет. Где главный герой защищал ту самую книгу. Спойлерить не буду, но фильм реально интересный. Как раз на выходные можно взять. Единственная книга, по-моему, осталась, в которой смыслы все заложены. И вот он ее как бы был хранителем. Очень здорово. Посмотреть фильм, кстати, довольно старенький уже, но действительно интересный. Ирина Никольевна, обожаю все про прикладной маркетинг, про реализацию идей, кейсы и вдохновение от великих. Ну, это, наверное, что-то профессиональное уже, да? Профессиональная литература. Татьяна Кузнецова всегда вдохновляют стихи наших русских поэтов. Частичка русской души в каждом произведении. Наикрасивейшие обороты, чудные строки. Также Татьяна продолжает русская классика «Наша культура», «Наша история», «Наше прошлое и будущее». С самого детства мы изучаем ее, погружаемся и влюбляемся в книги. Стараемся сделать выводы на основе жизни персонажей. Вот Анна Лекумцева, во-первых, желает доброго утра, Алексей и Юлия. Доброго утра. Того желаем и вам. Анна, да, на Новый год мне подруга подарила подарочное собрание Чехова. Это было так неожиданно и приятно. Все дело в ее внимательном отношении ко мне. Однажды в разговоре я обмолвилась, что хочу перечитать классиков. И подруга, вуаля, поучите и распишитесь, как говорится. А давайте прямо сейчас мы ненадолго прервемся от комментариев про желаемые книги и перейдем к нашей следующей не менее интересной рубрике. Возможно, уже кто-то сегодня сможет запланировать путешествие выходного дня. Действительно. Давайте куда-нибудь прямо сейчас с вами и отправимся. Всем привет, друзья! Меня зовут Людмила Смыкова. И сегодня я хочу поделиться с вами своим интересным путешествием. Это путешествие в Каменный город и на Усвинские столбы Пермского края. Каменный город – это уникальный памятник природы, который расположен на высоте 526 метров над уровнем моря и располагается на одной из вершин хребта, который называется Рудянский спой. Каменный город или по-другому, как его называют местные, чертово городище, является огромным выходом каменных останцев, которые вдоль и поперек пересечены огромным количеством расщелин. Расщелины эти могут быть высотой от 8 до 12 метров и в ширину от 1 до 6 метров. И когда идешь по этим расщелинам, складывается ощущение, что ты идешь по улицам когда-то жившего города, но почему-то окаменевшего. А дома, которые рядом с тобой стоят, почему-то окаменели. Очень интересное ощущение. Самая большая улица, самая широкая и длинная, на длину до 30 метров, называется Проспект. Также есть в каменном городе своя площадь. И некоторые останцы, самые большие, также имеют названия, такие как Пернатый страж или Черепаха. Чтобы добраться до каменного города, вам нужно из Перми ехать на автомобиле до поселка Усево. И от Усево уже идет поворот на поселок Шумихинский примерно 4 километра. Сразу за четвертым километражным столбом уходит тропинка в лес. И примерно полтора километра нужно идти по этой тропинке. Не переживайте, это популярное туристическое место. Там практически всегда стоят автомобили и очень много туристов. Вы найдете это место. Помните, что в этом месте нет особой инфраструктуры. И покушать и попить обязательно нужно взять с собой. И также возьмите удобную обувь по погоде. Очень часто бывает, что в горах пройдет дождь и становится очень слякотно. Поэтому резиновые сапоги вам в помощь. А еще, если у вас нет автомобиля, но очень хочется посетить каменный город, то можно из Перми добраться на электричке. Также до поселка Усево. Усевские столбы – это величественный каменный массив, который поражает своей необычной формой. Длиной он в несколько километров и в высоту даже до 120 метров. Он поражает своими масштабами, своей сложностью и неприступностью. Располагается он на правом крутом берегу реки Усево, рядом с одноименным поселком Усево. Самым интересным объектом этих Усевских столбов является одинокий останец, который называется Чертов Палец. Интересен он тем, что он отделился от основного скального массива и стоит на тонкой ножке, вот-вот показывая, как будто он скоро упадет. Но на самом деле он крепко стоит. Также этот Чертов Палец очень любят местные скалолазы, потому что считают, что он самым сложным в Пермском крае для скалолазания. У основания этих скал-столбов расположено огромное количество гротов и пещер, где в древнем известняке можно обнаружить отпечатки кораллов и окаменелости древних существ, что говорит нам о том, что миллионы лет назад здесь плескалось древнее море. Ну а чтобы добраться до Усевских столбов, вам также необходимо доехать до поселка Усево, оставить свой автомобиль у железнодорожного моста и оттуда ведет главная тропа к столбам. Примерно 5 километров и вы на месте. Ну а я желаю вам доброго утра и путешествуйте почаще! И, конечно, после такой замечательной рубрики мы подготовили вам еще один сюрприз. У нас в студии уже находится гостья. Итак, встречаем Ксению Мильникову, шоколадного флориста. Доброе утро! Доброе утро! Рассказывайте, как дела, как настроение? Да, отлично, только рано встала. Это положительный момент или отрицательный? Отрицательный, наверное. Все-таки любите подольше поспать? Понимаем. Да, мы иногда тоже любим поспать, но не по пятницам получается. Так, у вас в руках замечательный букет. Это необычный букет, еще раз объясним. Это шоколадные цветы, настоящая шоколадная флористика. И вот такая красота выходит как раз из рук нашей гости, получается. Скажите, какие цветы можно сделать из шоколада? Да, в принципе, любые. Главное, чтобы была форма для этого. А так, хоть цветы, хоть животных каких-либо, ну, все что угодно. А вот по цветовой гамме? Цветовая гамма может быть разная, но красится только белый шоколад. Молочный и темный мы, к сожалению, покрасить не сможем. Только сможем, вот как здесь представлено, сверху кондурин. Он такой, так это пищевой краситель, который наносится сверху. А, наклоните чуть-чуть, чтобы наши зрители увидели. Вот, тщательно. Красота какая, друзья. Наносится сверху вот в виде таких блесточек. Очень красиво. А скажите, долго ли могут простоять такие цветы? При комнатной температуре я рекомендовала бы, чтобы 60 суток. Но если мы, например, уберем это в холодильник или куда-то в темное место, в прохладное главное место, то может простоять и до 6 месяцев. Такая долгоиграющая история. Ну, на самом деле, мне кажется, конечно, 6 месяцев ни у кого не простоит. Мы сейчас понимаем, что скорее всего все будет уничтожено. И окажется в самом потайном месте, которое есть. И все, конечно же, будет съедено. Ну что ж, далее. Возможно, самый частый заказ какой-то у вас есть. Вот все говорят, ну вот было на 14 февраля. Все говорят, хочу тюльпаны. На 14 февраля, Леша, никто не хочет тюльпаны. Тюльпаны хотят на 8 марта. 8 марта, ну а вдруг, я просто предположил. Самый такой вот ажиотажный праздник, конечно, 8 марта. Там у меня просто, я не сплю. Сплю по 4 часа в день. Еще кого-нибудь помощников к себе приглашаю. Там подруг. Ну, в общем, кто сможет. А так вот, конечно, 8 марта редко. Ну, 14 февраля такие праздники. Там 1 сентября. 23 февраля в основном это мужские наборы. Мужские наборы тоже из шоколада. Это, например, пельмешки, да? Ну да, пельмешки. Пельмешки шоколадные. Прикольно. Конечно. Например, а инструменты? Там рыбка. Ну, как бы все что угодно. Ну, это тоже для таких заядлых сладкоежек. Кто очень любит сладкое. Хорошо. А вообще вот технологии изготовления, насколько трудные? Вот вы говорите, что перед 8 марта там не спите, да? Приходится звать помощников. Это долго изготавливать? Ну, сначала нам нужно, получается, шоколад растворить. В микроволновку я ставлю примерно там на минуту. И контролирую такой процесс, чтобы главное не была высокой температуры. Белый шоколад 45 градусов, молочный, темный, примерно на 50 градусов. И постоянно я измеряю и перемешиваю. Далее достаю, заливаю формочки в холодильник. И примерно на 2-3 часа. Ну, в принципе, да. Так продолжительно занимает, чтобы каждый цветочек, каждый бутончик сделать. А сейчас представь, что тебе 50 букетов кутру еще сделать надо, да? И вот весь этот процесс туда-сюда обратно. Сначала залила, а потом формочки открыла, достала, снова залила. Очень трудоемкий процесс. А сами вы часто лакомитесь такими букетиками? Ну, я уже, наверное, нет. Я уже примерно 4 года. Отпустила, да, уже все. Вы сейчас мечту сладкоежек разрушили. Не думали, что цветочек сделала, оп, а следующий дальше хлоп, хлоп. Нет, надо немножко себя это пограничить. А если какая-то мечта, к чему вы стремитесь, что хотели бы сделать из шоколада? Ну, такого нету, наверное. Пока еще не придумали, да? Пока еще нету. Идеметровую статую какую-нибудь там. Нет, не хотели дымку, шоколадную. Было бы прикольно. Ну что, нам остается пожелать вам только удачи и успехов в вашей деятельности. Спасибо большое. Ну, а мы продолжаем, друзья, наше утро. Дальше следующий сюжет на ваших экранах. Дальше следующий сюжет на ваших экранах. Понял меня? Вот если понял, давай. Исправляем мой эмоциональный фон. Погнали. Вернусь. А ты, конечно, не виртуоз, а? Давай же бабушку до слез. Давай так договоримся. Еще раз и в левый глаз. Форштейн. Все. Давай, последний раз повторяю тебе. Погнали. Ну все. Я тебя сейчас тапкой извожу. Понял меня? Хаю-хай. Хе-хе-хе-хе-хе. С вами снова Велик Трудольф. Мда-а-а-а. Та самая бабушка, у которой есть частушки на каждый случай жизни. Вот так вот, да. Ну что, малыши, вновь у бабушки в кармане остались лишь гроши. Мда. Именно поэтому по старой доброй традиции, как говорится, посмотри-ка мой видос. Чтобы капал лаван нос. Мда. Ну что, встречай, народ. Бабушкин блог. Купил галеную рыбу, но что-то она солена. Бабушка спасет твой вечер и просмотр футбола. Так что давай-ка не ленись, высыпай в кастрюлю рис. Водички теплой полстукана, чтоб там все в кастрюле намукало. На тарелку разложи, рыбу сверху положи. Еще риса одним слоем, рыбу нашу мы накроем. Потом на сутки в холодос, рыбка будет шикардос. Капнул соусом на стол. Как ты в жизнь без рук пришел? Ведь жить без рук не синокос. Подтвердит коммеронос. Да, ты. Ой, не обижайся, ты криворукий, я знаю. Ну раз уж капнул, будь любезен, слушай бабушку полезен. Механизм для вытирания сделаем с тобой. Чтоб тряпкой не возюкал по столу ты, милый мой. Разделочную доску в пергамент оберни. И вот так одним движением соус убери. Вот такая бабушка у тебя трукач. Ну а ты, любезен будь, больше не свиняч. На кухне случаются неприятные нотки. Когда жир остается, у вас в сковородке. Ну, с кем такое не бывало? Ну, я сюда все выливала. Ага, чтоб из труб потом воняло. Так, стоп. А что сейчас это было? Шизофрения я посетила. Так, пошла отсюда вон. До свидания и поклон. Да, случается такое, детки. Когда не выпила таблетки. Кстати, где они у меня? В общем, жир не выливайте. А фольгу вот так вставляйте. Вот туда и лей его. А как застынет, то в ведро. С вами была Виолетта Рудольфовна и Ёлай Фукин. Подписывайся на мои социальные сети. Ссылочка вот здесь, а вот там. Ставь лукас, жмакай в колокол. И самое главное, помни, посмотри мои видосики. Не ту тапку я отхвущу. Есть еще вопросики? Нет? Молодцы. С вами был Бабулак. Все хорошего. Пока. С вами был Бабулак. Ох, эти бабушкины угрозы. Действительно, лучше посмотреть видосиками. Или так, когда она при нее действительно чики-чики сделает, друзья. Но это невозможно не посмотреть, потому что всегда очень интересно и с такой большой долей юмора. Но мы продолжаем читать ваши комментарии сегодня на тему эфира. Какую книгу вы бы хотели получить в подарок? И нам пишет Светлана Васенина. Светлана хочет автобиографические книги Людмилы Гурченко. Эльдара Рязанова «Очень хочу». У Рязанова есть еще замечательные стихи. Необыкновенные, а просто глубокие. В фильмах звучат песни на его стихи. Да, тоже прикольные варианты, кстати, друзья. И мне подсказывают, что довольно редкие, наверняка. Но надеемся, что Светлана все-таки эти желанные книги получит. Татьяна Кузнецова. Обращение писателя к читателям. Я к вам обращаюсь, товарищи дети. Полезнее книги нет, вещи на свете. Пусть книги друзьями заходят в дома. Читайте всю жизнь, набирайтесь ума. А Сергей Михалков, легендарный, написал эти строки. Татьяна, видимо, в том числе тоже хочет и творчество Сергея Михалкова. Надежда Кривошейна. Я бы свои мемуары назвала «Надо жить, надо любить, надо верить». Вот. Интересно. Анна Лекомцева еще вспомнила, что очень давно мечтаю купить книгу пешком по Вятке. Думаю, в преддверии юбилея города книга станет мегапопулярной. Анна, да, это точно, потому что уже сегодня вы второй человек, который упоминает эту книгу и также хочет получить ее в подарок. Я думаю, желающих будет много. Так, Светлана Васенина. Да, песен очень много, пела Примадонна и сама Рубальская поет. Это как раз, видимо, к тому, что Алексей прав и очень много знает о данной поэтессе. И несколько вариантов, да. Также Светлана предложила нам. А вот Надежда Кривошейна говорит, что Анна Каренина снят хороший сериал 2017 года в главной роли Елизаветы Боярская. Да, не сомневаемся, что сериал хороший, потому что Елизавета прекрасная актриса и всегда снимается в достаточно таких хороших, успешных кинокартинах. У фамилии положено быть хорошими. Согласна. В конце концов. Здесь без этого никуда. Так, Надежда Кривошейна. Я на выходные запланировала поход в кинотеатр на премьеру «Лед-3». Вот, да, Надежда тоже молодец. Я абсолютно поддерживаю. Премьера состоялась, по-моему, 14 февраля, на День всех влюбленных. Они выпускали фильм. Да, «Лед-3» часть. Они уже не первый год так делают. И мне кажется, действительно интересно посмотреть. Тем более, что это завершающая часть, как обещали создатели. Ну, посмотрим, сдержит ли они это обещание. Ну, а вот, например, еще один интересный факт от Надежды Кривошейной. Песню гонщица. Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтой моей хрустальной. Ой, это одна из моих любимых песен. Серьезно? Обожаю. Так вот, ее часто поют в караоке. И слова написала как раз-таки Лариса Рубальская к этой композиции. Теперь я запомню этот факт. Не обманул, получается, вообще ни разу. Получается, ни разу. Также Надежда Кривошейна продолжает и к теме нашего гостя, к шоколадной флористике, прилагает фото букета, который также заказывала, видимо, либо создавала сама. Здесь не уточняется. А вот Екатерина Дворникова мечтает заполучить книгу «Бронепароходы Иванова». Хорошо. Также Надежда Кривошейна покупала еще и сладкие пельмешки и имбирные пряники в виде дракончиков. Это на Новый год, скорее всего. Вот теперь верю, что это существует. Пока не увидел, не поверил. Что за шоколадная пельмень, в конце концов? Неужели ты не видел? Мне кажется... И не видел, и не ел. Я почему-то все вижу регулярно. Возможно, потому что я сладкоежка, и постоянно что-то такое мне попадается. Поэтому я в курсе, что делают из шоколада. Будет жена спрашивать, что на ужин приготовить? Я скажу, а шоколадное пельмень, давай-ка и посмотрим. Причем они выглядят очень натурально, реалистично, и их, правда, можно спокойно... И тоже с мясом. Нет, без мяса. Подверить своему мужчине. Итак, едем с вами дальше. Друзья, Светлана Бассенина. Обожаю живопись, собираю репродукции всех известных художников. Репин, Шишкин, Серов. Есть французские импрессионисты и Пикассо. Хочу еще большие, красивые альбомы иметь. Прекрасное желание. Также, если продолжать комментарии от Светланы Бассениной зачитывать, то мы еще узнаем, что Светлана хотела бы книги с фото об известных пригородах Москвы и Петербурга. А также Светлана собирает альбомы с достопримечательностями городов нашей страны и мира. И у нее уже кое-что есть, но что не уточняется. А что касается пешком по вятке, дочка обещала купить. Дело в том, что ее давно продают и говорят, что осталось не так много. Вот поэтому все желающие, все три человека, которые сегодня упомянули эту книгу, вам срочно нужно, конечно же, заняться приобретением данного издания. А еще прямо сейчас нужно срочно посмотреть гороскоп в конце концов. Что нас ждет в эти выходные? Думаешь, пора? Уверен на тысячу и один процент. Смотрим. Всем привет! Это «Звездный гороскоп» на выходные 17-18 февраля. Овны. В выходные дни будьте осторожны за рулем и вообще на дорогах. Тельцы. На выходных отвлекитесь от насущных дел и переводите почаще телефон в режим полета. Близнецы. В выходные будьте внимательны к детям. Ваша поддержка сейчас будет очень важна для них. Раки. На выходных займитесь обустройством дома. Купите живые цветы, выбросьте старый хлам или разберите гардероб. Львы. На выходных смените обстановку и побывайте в новом месте, чтобы отвлечься от рутины. Девы. В выходные забудьте о делах и проблемах. Вам жизненно необходимо отдохнуть душой и телом. Весы. В выходные посвятите обучению и получению новых навыков. Скорпионы. Прогулка в одиночестве по зимнему лесу вам пойдет на пользу. Стрельцы. На выходных благоприятно начать лечение, которое давно откладывали. Козероги. Внимательно отнеситесь к сигналам своего тела на этих выходных. Водолеи. Проведите выходные в уединении. Это поможет сосредоточиться на самом главном. Рыбы. Прислушайтесь к интуиции. Возможно, действовать придется экстренно и вопреки логике. Вы смотрели «Звездный гороскоп» на выходные 17-18 февраля. Всем удачи! Ну что, узнали? Что ж ожидать на этих выходных-то нам, в конце концов, к чему готовиться? Ну, такие мини-советы получили, да? Главное, что получили. И теперь мы вооружены, как говорится. Ну что, друзья, прямо сейчас настал тот самый сладостный момент, когда вы узнаете, кто победил. Мы объявим это на всеуслышание, как говорится. И будем радовать самых активных, креативных, необычных сегодня комментаторов призами. Да, у нас сегодня есть несколько пригласительных в разные музеи. Начну я. У меня билет в музей Вятского самовара. И сегодня эти даже не билет, а два билета получает Анна Лекомысова. Спасибо, что были активным комментатором. Да, ну а я даже зачитаю полностью пригласительный билет на обзорную экскурсию в историческое здание музея Циолковского авиации и космонавтики на две персоны, друзья. И достается он Татьяне Кузнецовой с этим великолепным ярким событием. Мы вас поздравляем. И вы, конечно же, уже в ближайшее время сможете отправиться на эту самую обзорную экскурсию. Мы вам напоминаем, что подарки в шоу «Разбудильник» разыгрываем каждую пятницу. Вы можете к нам регулярно присоединяться, всего лишь оставлять различные комментарии на наши темы эфира и получать подарки. Схема очень простая и приятная. Ну а также мы не можем вам не напомнить о том, что на нашем телеканале уже вовсю проходит кастинг в новый сезон «Шоперы в топе». Чтобы попасть в этот самый кастинг, нужно выполнить несколько очень простых действий. Для начала снимайте видео длительности до трех минут. Там вы презентуете себя, рассказываете, почему вы самый главный модник этого города, презентуете свои луки и отправляете это видео в личное сообщение нашей группы ВКонтакте «Девятка ТВ». Главное успеть это сделать до 25 февраля. Это очень важно, даже, возможно, не минутой позже, потому что желающие уже отправляют свои видео. И совсем скоро состоится решение нашего жюри телеканала. И кто-то обязательно пройдет в этот сезон. Вы этим человеком можете стать вы и побороться за призовой фонд более 100 тысяч рублей. Поэтому, друзья, скорее осталось вот столичка времени. Давайте успевайте, всего лишь неделька. И, возможно, вы, именно вы, будущий победитель этого проекта, и вас уже заждался этот самый главный приз. Торопитесь. Да, тем более, что видеовизитку снять несложно. Нужно всего лишь рассказать о себе и показать несколько образов. Мне кажется, все могут с этим справиться. Телефон в помощи. Это просто даже никто из помощников вам, возможно, не понадобится. Поэтому, друзья, смелей, дерзайте. Все впереди. Ну, а на сегодня получается, что утреннее шоу «Разбудильник» подошло к своему логическому завершению. Сегодня с вами были Леша Власов. И несравненно Юля Руж. Друзья, ни в коем случае не переключайтесь. Но вы же знаете, что дальше будет очень и очень интересно. И не забывайте про наши социальные сети. Это группа ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. Там вся важная информация, в том числе о кастинге в шоу «Шопперы». Ну что ж, всех победителей мы поздравляем, остальных призываем не расстраиваться. Желаем крутых выходных. Ну и до понедельника получается. Получается так. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин